Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 20 мая. У микрофона Алексей Сорокин. Пандемия коронавируса отразилась на жизни каждого из нас. Даже те, кто не подхватил вирус, столкнулись с трудностями, в первую очередь финансовыми. Большинство оказалось неготовыми сидеть дома, не имея за душой накопленных средств. А кто-то и вовсе лишился работы. Но тяжелее всего пришлось семьям с детьми. Новые меры поддержки, о которых говорил президент, направлены в первую очередь на то, чтобы таким семьям было легче. Речь идет о выплатах на детей. Если родители воспитывают ребенка до трех лет, они могут на протяжении трех месяцев получать по пять тысяч рублей. А если в семье есть дети от трех до шестнадцати лет, то на каждого из них можно получить единовременную выплату в десять тысяч. Только в нашей области таких семей более ста семидесяти тысяч. Поток желающих получить эти выплаты оказался стремительнее, чем ожидалось. Да так, что портал госуслуги еле-еле выдержал наплыв. Сайт уже должен функционировать без перебоев. Ну а ведущий специалист организационного департамента по методическим вопросам корпорации правительства для граждан Наталья Лешова подробно расскажет о том, как оформить заявки на выплату и что для этого нужно сделать. 11 мая внесены изменения в условии выплат семьям, имеющим детей. Теперь ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет смогут получить семьи из детьми, которые имеют право или имели право на материнский семейный капитал, а также семьи, в которых первый ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, вне зависимости от возникновения права на материнский семейный капитал. Ежемесячная выплата производится за три месяца. Это апрель, май, июнь. Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты можно подать до 1 октября 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства будут выплачены единовременно за весь период. Данная мера государственной поддержки не связана с уровнем дохода семьи. Внесены также изменения, касающиеся семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 16 лет. Эти семьи получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата будет осуществляться из средств пенсионного фонда с 1 июня 2020 года. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Данная мера государственной поддержки не связана также с уровнем дохода семьи и правом на материнский семейный капитал. Заявление о предоставлении единовременной выплаты также можно подать в любое время до 1 октября 2020 года. Можно ли будет получить выплату, если ребенку, например, исполнится 3 года только в мае? Да, конечно. В этом случае, если ребенку исполняется 3 года в мае или даже в июнь текущего года, то семья может получить два вида выплат. То есть она получает как ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, так и единовременную в размере 10 тысяч рублей. Например, получается, если ребенку исполняется в мае 3 года, а семья получает за апрель 5 тысяч, за май 5 тысяч, и потом уже оформляет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Какие нужны документы для получения этих выплат? Для получения выплат достаточно запомнить только заявление. Никаких справок о доходах не требуется. Для получения данных выплат вы можете воспользоваться сервисом электронных услуг, обратившись на портал госуслуг. При подаче заявления о предоставлении соответствующей выплаты необходимо регистрация на портале государственных услуг и наличие подтвержденных учетной записи. Если вы не зарегистрированы на портале государственных услуг, то можете зарегистрироваться самостоятельно, воспользовавшись, например, банковским приложением. Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, но ваша учетная запись не имеет статус «Подтвержденная», то вы можете ее самостоятельно подтвердить, не выходя из дома, через онлайн-приложение одного из банков – это Сбербанк, Почта Банк, либо Тинькофф Банк. При оформлении заявления хотелось бы обратить ваше внимание на определенные тонкости. Заявление нужно заполнять внимательно, при необходимости вносить актуальную информацию. Если в вашей семье несколько детей, то заполняется одно заявление о предоставлении ежемесячной или единовременной выплаты в отношении всех детей, на которых предоставляется данная мера государственной поддержки. Хотелось бы обратить ваше внимание при заполнении блока «Сведения о детях». Там нужно указать номер и дату актовой записи, а не реквизитов свидетельства о рождении. В блоке «Банковские реквизиты» необходимо указать расчетный счет, а не номер карты. Это частые ошибки, которые приводят к отказу со стороны пенсионного фонда. Заявление рассматривается пенсионным фондом в течение пяти рабочих дней. Принятое решение по вашему заявлению вы также можете увидеть в личном кабинете на сайте госуслуг, либо на сайте пенсионного фонда России. Существуют определенные ограничения при подаче заявления о предоставлении ежемесячной либо единовременной выплаты в электронном виде. Если у ребенка свидетельство о рождении выдано не на территории Российской Федерации, либо за предоставлением данной выплаты обращается опекун ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их умершими, либо лишения родительских прав или отмена усыновления, то в данном случае необходимо обращаться либо в территориальный пенсионный фонд, либо через МФТ. Вы слушали интервью ведущего специалиста Организационного департамента по методическим вопросам Корпорации правительства для граждан Натальи Лешовой. Забота о детях и их воспитании – право и обязанность родителей, сказано в Конституции. Только вот нередко случается так, что родители этими прямыми обязанностями пренебрегают. В практике мировых судей нередко приходится иметь дело с подобными делами. Сегодня на эту тему мы побеседуем с заместителем председателя Заволжского районного суда Ольгой Миллер. Она расскажет о том, какая ответственность предусмотрена федеральным законодательством для недобросовестных родителей. В части 2 статьи 38 Конституции РФ установлено, что забота о детях и их воспитании – равное право и обязанности родителей. В связи с этим, в статье 63 Семейного кодекса РФ также закреплено, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители являются законными представителями детей, выступают в защите их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных на то полномочий. При этом родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Все эти права и обязанности закреплены в статьях 64-65 Семейного кодекса. Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной для обоих родителей, где бы они ни находились. Важно помнить, что временная передача родителями своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам, либо в одной из детских учреждений, не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей. Обязанности по воспитанию детей родители, лица их заменяющие, несут вплоть до совершеннолетия ребенка. А какая ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена федеральным законодательством? Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Это может быть как гражданская правовая ответственность, так и уголовно-правовая, административно-правовая ответственность. Об ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей указано прежде всего в Семейном кодексе Российской Федерации. Если подробнее, то за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей для родителей может наступить гражданско-правовая ответственность. Возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему морального или имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством. Но однозначно вытекает из положения статей 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, не исполнил свои обязанности по предоставлению ребенка питания, одежды, что повлекло причинение вреда здоровью ребенка, может быть привлечен гражданско-правовой ответственности в форме компенсации морального вреда, а также возмещения убытков. Статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на который возложена эта обязанность, а равно педагогическим работникам или другим работникам образовательного учреждения, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. За данное преступление предусматривается основной вид наказания в виде штрафа обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, либо лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неуплату средств на содержание детей, так, неуплата родителям без уважительных причин нарушения решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Вместе с тем, часть 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации указывает на то, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб прав и интересам детей, несут ответственность в установленном законном порядке, указывается в статье 65 Семейного кодекса, в случаях, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, либо из медицинской организации, образовательной организации, либо организации социального обслуживания, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершали умышленные преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. В силу статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации родителям могут быть лишены родительских прав. Что касается административно-правовой ответственности, то она наступает за совершение правонарушений, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В указанном случае неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних состоит в бездействии родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, в умышленном невыполнении своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отсутствии заботы о нравственном воспитании, физическом развитии детей, укреплении их здоровья, в отсутствии создания необходимых условий для своевременного получения и имя, образования, успешного обучения и тому подобного. Данный проступок относится к длящемуся административному правонарушению, поскольку под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий, либо бездействий, осуществляемых в течение продолжительного времени. Стоит отметить, что в случае, если будет отсутствовать родительская забота, не будет обеспечен благоприятный микроклимат, то это может привести к тому, что ребенок начнет совершать антиобщественные поступки. В таком случае ответственность родителей и лиц, которые их заменяют, наступает не за совершение несовершеннолетним правонарушений, а в связи с ним. Согласно статье 2 Закона Ульяновской области номер 23 ЗОО 30 марта 2009 года о некоторых мерах по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. На территории Ульяновской области в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции. Лиц, не достигших в возрасте 16 лет с 22 часов до 6 часов утра, а также лиц в возрасте от 16 до 18 лет с 23 часов до 6 часов утра на улицах, стадионах, парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, маршрут исследования которых проходит только по территории Ульяновской области, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые предназначены для обеспечения доступа к сети интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья и социальной защите детей. А кто кроме родителей может быть привлечен к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка? Закон приравнивает к родителям иных лиц. Это прежде всего усыновители, опекуны и попечители, как из числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки и попечительства, учреждения государственного воспитания и образования, выполняющих функции государственного опекуна. Приемные родители также обязаны надлежащим образом исполнять возложенные на них обязанности. Это содержать, воспитывать, обучать, защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что на родителей лишенного родительских прав суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. А кто может составлять и рассматривать протоколы об административной ответственности в отношении родителей? Протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КОАП РФ, о которой я говорила выше, составляют должностные лица органов внутренних дел, полиции, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. А по части 2 и 3 данной статьи также должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов, это служба судебных приставов, и обеспечение установленного порядка деятельности судов. Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства лиц, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. А по части 3 данной статьи могут рассматриваться мировыми судьями в случае передачи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дело об административном правонарушении на рассмотрение судья. Напоминаем, что мы беседовали с заместителем председателя Заволжского районного суда Ольгой Миллер. Ульяновцы могут присоединиться к акции по поддержке тех, кто находится на передовой в борьбе против коронавируса. Можно поделиться своей историей благодарности медицинскому персоналу, подготовить видеообращение или просто помочь добрым словом. Участники акции придумывают самые разные идеи. Планируется даже создать серию видеороликов, которая отражала бы нелегкие будни врачей. Слово члену команды «Молодое здравоохранение» Павлу Калашникову. У проекта нет названия. Это фактически разработка, съемка и монтаж социальных роликов про то, чем сегодня занимаются врачи, чтобы, соответственно, бороться с эпидемией. Мы хотим, чтобы население больше знало, что делают специалисты, как они работают, как изменилась их работа и с какими трудностями они сталкиваются. Идея проекта появилась буквально недавно. Сейчас мы собираем информацию о том, что где происходит. И когда у нас будет полная информация, что где происходит, мы начнем писать сценарий. Наброски, сценарий уже есть. Мы поедем в ключевые больницы, где, соответственно, происходят все действия, связанные с борьбой с пандемией. Будем общаться с врачами, они нам покажут, что они, соответственно, предпринимают для работы с этим. Естественно, мы сами будем все в полной защите, и все эти моменты будут правильно организованы. И мы потом выпустим этот ролик. Думаю, что через неделю, через полторы уже будут первые части ролика. Есть задумка, что будет два или три ролика. Мы посмотрим уже вот, ну где-то ближе, когда уже сценарий напишем. И они будут выходить с периодичностью, наверное, неделю, скорее всего. Студенты педагогического университета также намерены придумать что-то необычное. В качестве примера они рассматривают итальянцев, которые прославились на весь мир в период карантина своей сплоченностью. Своими идеями с нами поделилась студентка Ульяновского государственного педагогического университета Александра Сиротова. Сегодня рассказываем про проект «Концерт с балкона», где мы будем записывать видео вместе со студентами в домашних условиях. И будем стараться развлекать наших соседей и поддерживать всех, кто сейчас борется с этой пандемией. Будем это распространять в нашей соцсети, в нашем пресс-центре университета. Будем выкладывать каждую неделю по одному видео. Надеемся, что многие поддержат это мероприятие и будут присылать нам видео также. Первый ролик у нас будет авторская песня, как раз от меня и от моей коллеги. То, как нелегко приходится тем, кто борется за жизнь пациентов, отмечает и губернатор области Сергей Морозов. Пока регион делает все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. Но сейчас самое сложное время. Пик еще не пройден. Когда я услышал о том, что у молодых врачей есть огромное желание запустить акцию «Доброго слова» в адрес своих коллег, более старших коллег. Да, в общем-то, и таких, как и они, которые сейчас как никогда востребованы на защите человечества от этой эпидемии. Я аплодировал и рассказывал огромные слова восхищения, одновременно огромные слова гордости. Давайте сегодня вместе с вами пообсуждаем, как нам всем вместе объединившись сказать спасибо нашим докторам. Мне кажется, им сегодня это как никогда очень важно. Они работают в труднейших условиях. У нас каждый день появляются то там, то в другом месте такие вот элементы, когда появляются новые, инфицированные. Только огромное, огромное доброе сердце врачей нас всех сегодня может защитить. Вместе, конечно, с всеми действиями, которые предпринимает власть. Я обещаю вам, обещаю врачам о том, что мы предпримем все меры, какие будут возможны и невозможны на территории Ульяновской области, чтобы не только их защитить, но и обеспечить средствами индивидуальной защиты, оборудованием, лекарствами, всем-всем-всем для того, чтобы в ближайшее время победить коронавирус. Но, повторяю еще раз, без доброго слова невозможно это все сделать. Пик коронавируса в регионе прогнозируют на конец мая. Так что рано еще забывать про самоизоляцию. Чем чаще вы остаетесь дома, тем меньше шансов заболеть. Для Ленинского мемориала и Ульяновской филармонии период карантина стал возможностью для воплощения в жизнь новых проектов. Среди них онлайн-концерты, а также цикл литературно-музыкальных миниатюр. Особого внимания заслуживает проект «Симбирские жемчужины». Каждую среду все, кто интересуется историей родного края, смогут узнать новые исторические факты, познакомиться с фотодокументами, послушать музыкальные композиции. Подробнее расскажет кандидат искусствоведения, лектор-музыковед филармонии Ирина Кривошеева. Пришло какое-то совершенно удивительное время. С одной стороны, множество ограничений, с другой стороны, полет фантазии и какие-то новые проекты, новые форматы, которые, наверное, останутся у нас и после того, как завершится этот период самоизоляции. Мы имеем в виду такие проекты, которые соединяют выборки из каких-то, может, бесконцертных программ и живое слово, которое записывается нашими операторами с помощью выездов на дом. Такое у нас время с вами сейчас. Здесь можно говорить и о тех замечательных музыкально-литературных композициях, посвященных 75-летию Победы, 9-10 мая. То есть музыка, которая звучала раньше, но со стихотворением, которым были специально подобраны и прочитаны в связи с этим событием, смонтированы очень хорошо, и благодаря видеоряду, фотографиям все это действительно было очень интересно. И также у нас вот в таком смешанном формате, то есть живое слово записанное вот совсем недавно и музыкальные произведения в записи, вот такой формат у нас сейчас разрабатывается. И надо сказать, именно в этом формате очень хорошо пошел в жизнь проект кривеческого характера. Он называется «Симбирские жемчужины». Это просветительский цикл литературно-музыкальных миниатюр, который подготовила и прекрасно читает музыкалит филармонии Лилиана Черновалова. И благодаря ее изысканиям, иногда это действительно предварительная долгая работа, предшествовала этому изысканиям, в библиотеках, в архивах, она находит очень интересные факты, которые открывают наш край с какой-то новой стороны. Оказывается, что Ульяновск причастен ко многим каким-то литературным, поэтическим шедеврам и музыкальным шедеврам. Так что эти программы, наверное, будут востребованы и в последующее время. Вот, например, 20 мая мы с вами сможем посмотреть такую литературно-музыкальную миниатюру о песне «Красный сарафан» Александра Варланова. И вот те связи, которые нити, в общем, связывают ее именно с Симбирским краем, они здесь высвечиваются, пожалуй, даже неожиданно, но очень-очень интересно. Или вот еще одна передача из серии «Симбирские жемчужины», где тоже какие-то связи известных людей, Горько и Шаляпина с нашим краем, тоже будут прочерчены. И, конечно, в этих передачах звучит и музыка. Но мы надеемся, что в ближайшее время еще один проект, как раз связанный с детской аудиторией, будет работать. Это сказки от кота Филармона, адресованные самым маленьким слушателям, которым, наверное, труднее всего находиться в самоизоляции. И надо их чем-то занимать, развлекать, и чтобы это время приносило им какие-то знания, новые интересы. Вот эти сказки будут знакомиться и с музыкой тех или иных композиторов, с изучением каких-то инструментов, и в такой занимательной легкой форме тоже, наверное, помогут многим скрасить вот эти непростые для нас дни. А потом, наверное, этот проект останется. Нам кажется, это тоже интересно. И это не предел. Еще есть какие-то замыслы, проекты. Поближе познакомиться с дирижерами, поговорить с ними, задать вопросы. То есть планов много, и мы надеемся, что они будут реализовываться и сейчас, и в последующее время. Вы слушали интервью лектора-музыковеда Филармонии, кандидата искусствоведения Ирины Кривошеевой. Возникновение жизни на Земле, пожалуй, самая главная загадка, разгадать которую никому не под силу. Теорий о ее происхождении великое множество. Но какая из них единственно верная, попробуй разберись. Называются гипотезы о занесении жизни с космических тел, о ее спонтанном появлении, о химической эволюции и даже об инопланетном вмешательстве. Однако с уверенностью можно сказать, что жизнь – это самое настоящее чудо. И, вероятно, Земля – уникальная планета во всей Вселенной, где она зародилась. На эту тему мы поговорили с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академиком Академии космонавтики имени Циолковского, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлевым. Согласно первой концепции, жизнь на Земле появилась благодаря Господу Богу, который там мановением своей руки создал всех животных. Правда, там это было в Библии расписано поднямно. От дня ко дню он там что-то добавлял, добавлял, но и в конце концов где-то создал человека. Вот примерно так. Это вот согласно креационизму такому исходному, что ли. Потому что есть немножко и другие версии. А вот вторая версия – это эволюционисты, которые пытаются объяснить появление жизни на Земле естественными причинами, связанными просто с неким набором физических, химических или каких-то там других законов, которые, по всей видимости, достаточно случайно привели к тому, что на поверхности когда-то еще только-только появившейся Земли появились сначала очень простейшие организмы, а потом они стали развиваться, 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 и вот достигли того, что мы с вами сидим здесь и обсуждаем этот процесс. Но на самом деле каждая из этих версий тоже имеет множество разных вариантов. Скажем так, вот если говорить про креационистов, то сейчас можно под эту схему подогнать не обязательно вот Господа Бога в том виде, как его описывает Библия. То есть некое такое высшее существо, которое все знает, все умеет, ну и когда-то пришло ему в голову вот где-то там во Вселенной создать жизнь. Можно предположить и другую схему, что жизнь зародилась где-то очень далеко, и возможно тоже там каким-то способом непонятным, но сюда ее на Землю, скажем, занесли какие-нибудь высшие существа, которые прибыли там с других звезд, ну и каким-то образом, случайно или наоборот намеренно занесли жизнь, и вот она здесь стала просто развиваться. Это такая гипотеза, она вполне себе тоже может рассматриваться. Другое дело то, что у нас пока нет никаких необходимых данных для того, чтобы вот конкретно что-то выбрать. Что касается эволюционистов, то опять же, да, вот эта схема, которую я только что сказал, она может быть реализована точно так же. Да, вот есть такая теория панспермии, которая говорит о том, что вообще-то, говоря, жизнь зародилась где-то, где-то, где-то очень далеко, в необозримом прошлом, а потом случайным образом была занесена с помощью каких-нибудь космических, как там иногда фантасты пишут, течений космических вот на Землю, ну и попав в благоприятные условия, стала развиваться. Вот эта теория тоже вполне себе годится. Единственное, что нужно только понять, насколько сложно вообще организовать вот то, что мы понимаем под жизнью, хотя вот в этом плане ходит очень много всяких вариантов, ну, скажем, определений. Дело вот в чём. Мы видим жизнь только фактически в одном варианте. Что здесь наиболее важно, да? Мы видим, что все живые организмы объединены одним общим генетическим кодом. Даже очень странные организмы, которые кажутся нам очень далеко отстоящими вот такой вот центральной тенденцией развития жизни на поверхности Земли, тем не менее, всё равно они генетически мы все связаны. То есть, это означает, что есть какой-то механизм передачи наследственности, который опирается либо на ДНК, как для всех, так сказать, общих высших организмов, как правило, да, ну и там есть какие-то вирусы, которые там даже ДНК не имеют, но имеют какой-то РНК, значит, это более такая мелкая молекула, которая тоже участвует в репликации генов, так сказать, играет очень важную роль во всех клетках живых организмов. Вот эта общность кода, это уже, конечно, говорит о том, что, наверное, источником жизни было что-то начальное, единое. А вот как оно попало на Землю и что с ним происходило, ну, в общем-то, довольно сложно сейчас говорить. Единственное, что ещё можно сказать. Вот если опираться на Библию, то там, как считали раньше, время возникновения жизни, создания мира исчислялось там тысячами лет, не больше. Уже в XIX веке это было поставлено под сомнение, вот, скажем, когда там Египет изучали, то выяснилось, что когда начали датировать какие-то там события египетские, получалось, что время гораздо больше, чем то, что можно у себя воспроизвести в Библии, там, каким-то образом отчитывать. Насколько я знаю, даже католическая церковь какое-то время просто запрещала даже эти работы публиковать по датировке данных Египта. Но, в конце концов, это пришлось каким-то образом всё-таки отворить двери, и вся информация стала попадать уже в окружающую нашу среду. Но на сегодняшний день мы уже более-менее себе представляем, да, какие-то вехи. Ну, к примеру, что жизнь на Земле, скорее всего, появилась, ну, примерно 4 миллиарда лет. Тут, конечно, могут быть всякие ещё нюансы, связанные с тем, что мы, может быть, что-то не так чётко с помощью тех методов датировки, которые сейчас имеются, можем сказать. Но я не думаю, что здесь очень сильные искажения. Ну, вот на сегодняшний день это 4 миллиарда лет назад, и вовсе никакие там не тысячи лет. Если что-то и происходило там, связанное с Библией, то это вот отодвигается очень далеко. Есть ещё один такой момент. На сегодняшний день опять нам космология предлагает такой вариант событий, как большой взрыв, который отставлен на 13 миллиардов лет назад. По сравнению с моментом возникновения жизни на Земле или созданием планеты Земля и Солнечной системы, как сейчас достаточно надёжно всё-таки определено радиоактивным способами по распаду урана, 4,5 миллиарда. 13 миллиардов лет возникновения Вселенной. Основой современного представления о том, как с точки зрения эволюционистов развивалась жизнь, это так называемый естественный отбор, который предложил когда-то в качестве основного объяснения возникновения различных видов Дарвин. Но его теория тоже уже многократно менялась в связи с тем, что как раз приходили разные теории биологической эволюции, строение клетки, как там происходит всё, когда Дарвин что-то писал, он про клетки, наверное, толком ничего не знал, он просто видел виды и пытался их выстроить в какую-то там последовательность. Если сейчас вот просто считать, что всё это происходило достаточно случайно, то, как утверждают некоторые биологи, время на случайный вот такой отбор должно быть очень большим, даже больше времени Вселенной. И вот тут тоже свои проблемы. То есть мы сталкиваемся со множеством различных точек зрения и проблем, так что ни одна точка зрения на сегодняшний день хорошего ответа не даёт. Полную версию беседы с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлёвым вы услышите в нашей вечерней программе, которая выйдет в 19.20. Вот и всё на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok